Крокодилы. Семейство крупных рептилий, обитающих в тропиках в Африке, Азии, Америке и Австралии. Термин «крокодил» обычно используется для обозначения всех существующих представителей этой группы, куда входят аллигаторы, кайманы и гавиалы. Они обитают в умеренных климатических условиях по всему миру. Основные различия между видами заключаются в том, что крокодилы могут вырасти до больших размеров, чем аллигаторы, кайманы или гавиалы. Кроме того, у них есть анатомические различия, например, форма морды. Крокодилы – плотоядные животные, и в зависимости от их возраста и размера их рацион может различаться. От насекомых до крупных млекопитающих. Собственно, современные крокодилы стали формироваться порядка 80 миллионов лет назад. То есть вот этот длительный процесс, который начался примерно 250 миллионов лет назад, около 80 миллионов лет назад завершился образованием как раз тех животных, которые мы называем крокодилы. И они сформировались как животные водные. И вот это обстоятельство, водный образ жизни, способность замедлять свой метаболизм, а крокодилы, они как раз вот по всей видимости за счёт того, что их метаболизм был более замедленный, чем исходно у предков и у динозавров, это дало им возможность пережить то вымирание, которое уничтожило динозавров. То есть динозавры были в массе своей достаточно активными, подвижными животными, теплокровными. Как и у гавиала, у каймана также длинная заострённая морда, но она далеко не такая тонкая и длинная. Пасть аллигатора латинская, U-образная, а у крокодила пасть V-образная. Современный отряд включает в себя не менее 15 видов крокодилов, 8 видов аллигаторовых и 2 вида гавиаловых. Основной рацион взрослых гавиалов состоит из рыбы, для которых идеально подходит их длинная морда со 110 острыми, как бритва зубами. Аллигаторы являются высшими хищниками и питаются черепахами, собаками, пантерами, медведями, андаторами, птицами, оленями и змеями. Они могут быть ленивыми и проводить большую часть своего времени, подстерегая добычу в засаде. Но также они могут быть и быстрыми, когда бросаются в атаку. Выбор цели зависит от их размера и возраста. Кайманы – хищники с мощными челюстями и множеством зубов. Но несмотря на свои внушительные размеры, они обычно не представляют угрозы для людей или крупных животных. В отличие от крокодилов и других аллигаторов схожего размера, кайманы более спокойны. Основная добыча кайманов – водные беспозвоночные, рыба, амфибии, птицы, а также мелкие млекопитающие и рептилии. Аллигаторы – это в основном жители Америки. То есть, если вот мини-сипский аллигатор – это житель южных штатов США. Кайманы – это в основном выходцы из Южной Америки. То есть, это вот северная часть, это Бразилия, допустим, Оренока, Венесуэла и так далее. Один вид аллигаторов обитает на юге Китая. Это китайский аллигатор. А вот крокодилы – это животные, которые населяют все тропики. То есть, они встречаются по всей тропической зоне. Америка, Африка, Южно-Юго-Восточная Азия, Северная Австралия. То есть, весь вот пояс экватора населяется как раз этими животными, крокодилами. Все четыре вида чрезвычайно опасны, и их следует избегать. Однако для человека большую угрозу представляют два вида – крокодилы и аллигаторы. На самом деле, аллигаторы гораздо более послушны, чем их родственники – крокодилы. Они, как правило, нападают только тогда, когда их спровоцируют или они голодны. А крокодилы нападают только потому, что кто-то находится рядом с ними. Эти крупные полуводные рептилии гораздо более активны в воде и проводят меньше времени, загорая, как аллигаторы. Подробнее об этих опасных рептилиях вы сможете узнать в ближайшее время в программе «Как так?». Дмитрий Ушанкин, Аделина Абдрахманова, Софья Чугунова, Хафиз Гараев. Универ Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...